Олега Артемьева пригласили в жюри второго областного фестиваля Азбука науки. На выставке около 200 проектов самарских школьников. Макеты луноходов, роботов и летательных аппаратов. И все же самый большой интерес к человеку в синей форме. Космонавт это воплощение мечты миллионов мальчишек. Однако Олег, как выяснилось, в детстве бредил не о просторах Вселенной, а совсем о других. Когда был школьником, не мечтал, к сожалению. Ну, может быть, не к сожалению. Я мечтал быть моряком. Олег Артемьев давал интервью Терри, когда сам на орбиту еще не летал, а был испытателем космического корабля. Этот Юрий Гагарин стартовал ровно через 50 лет после первого полета человека в космос. Корабль подготовлен на все 100%. Я думаю, что нынешнему экипажу у него будет комфортно и безопасно. Завидуете? Им ни в коем случае. Это, можно сказать, мои братья с одного набора. Поэтому я только за них очень рад. И они полетят, и очередь подвинется, и, может, быстрее сам полетим. Очередь двигалась три года. Артемьев отправился на орбиту 26 марта. На борту МКС космонавт провел полгода. Написал тотальный диктант, 7 часов провел в открытом космосе, сделал десятки фотографий Земли и написал немало постов о жизни на орбитальной станции. Теперь Олег один из популярнейших блогеров мира. В соцсетях у него более 120 тысяч подписчиков. Признается, блогером стал по заданию. Но с читателями активно общается сам. Постоянно просьбы. К сожалению, я не всегда могу сфотографировать то, что они хотят. Выше Воронежа мы не поднимаемся. То есть под спутниковая точка у нас на линии, на широте Воронежа. Но мы можем наблюдать боковые иллюминаторы, остальную часть территории. Но, к сожалению, Арктику мы не видим, Север мы не видим. Космонавт отметил высокий интерес самарских школьников к аэрокосмической тематике и перспективность некоторых проектов, представленных на фестивале.